Меня зовут Лера. Я не готовилась сегодня, но мне бы хотелось рассказать примерно то же самое, что я рассказывала, когда у нас был допуск. Как я пришла к Богу? Давайте, наверное, сначала я расскажу, как я первый раз пришла в церковь. Это было в 2019 году, когда я была в шестом классе. К маме на работу зашла ее знакомая, и они, помню, как ее звали, но она просто предложила маме пойти к нам сюда, в церковь, на рождественскую постановку. Ну, так получилось, что мама моя не пошла, но пошла я и моя старшая сестра. Я не помню, что именно было на постановке, но я постараюсь сейчас максимально кратко все рассказать. Не помню, что было на постановке, но, короче, после постановки ко мне подошла Инна Комик. Она тут, нет? Ну, ладно. Это директор воскресной школы у нас в церкви. Она подошла ко мне познакомиться и предложила ходить в воскресную школу. Я не отказалась. Ну, я не совсем понимала, зачем, почему, что вообще здесь делаю. Да. Меня отправили в Дитя для Иисуса. Это, короче, воскресная школа для детей, у кого неверующие родители. Ну, такое. Я там была, получается, три года, кажется. Не могу сказать, что в тот момент моя жизнь соответствовала еще христианской. Я понимала, о чем идет речь, что мне рассказывают, что-то запоминала, что-то понимала. Но я не совсем воспринимала это всерьез и, ну, пользовалась этим в обычной жизни. В прошлом году, это был девятый класс, меня, ну, скорее, я не знаю, как правильно сказать. Короче, я пошла в обычный класс, из Дитя для Иисуса я пришла в обычный девятый класс воскресной школы. И уже тогда, ну, я, наверное, была уверена в том, что, ну, Бог будет меня вести. И что, и что вот именно в тот период своей жизни я полностью пришла к Богу, скажем так. Так, сейчас, за этот год, сейчас, давайте, сейчас. В июле, прошлый июль, у нас был выпускной воскресной школы, и Инна Комик сказала, прочитала один стих, Псалтырь 15, 6. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое принято для меня». Я этот стих запомнила, записала, и я поняла, что за этот год я поступила в колледж. И за этот год у меня, ну, очень много всякого произошло. Я уже и в группе прославления была, и декоратором в церкви стала. Сейчас я сижу за компьютерами, многому учусь, и в целом хочу учиться, хоть это бывает тяжело. И знаете, я на прошлой неделе пересматривала водное крещение, которое было год назад, прошлым летом. И Паша Павловский, когда рассказывал свое свидетельство, он говорил о том, насколько коротко наше время. И сейчас тоже хочу зачитать один стих, Иакова 4, 14. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Время и вправду очень коротко, и как любит говорить Саша Сельчук, не стоит играть христианин, надо ими быть. И слава Богу, что я есть христианка, и сейчас все так благословенно. Слава Богу. Слава Богу.